Система контроля и управления доступом включает в себя ряд простых мер безопасности, таких как установление электронных турникетов, круглосуточная система видеонаблюдения и электронные карты, безопасность детей, сохранность имущества родителей и работников образовательных учреждений. По словам специалистов отдела образования, инициаторами таких мер безопасности в первую очередь явились сами родители. Отношения у меня спокойные к данной карточной системе, потому что сама работаю в такой организации образовательной, и там у нас тоже пропускная система. Мне кажется, это хорошее нововведение, так как наши дети находятся будут под охраной, и не каждый, как говорится, желающий может зайти. В принципе, возможно, что меньше народу может быть лишнего, скажем так. И не против, и не за. Как бы да. Оплачивается такая система безопасности в течение девяти календарных месяцев ежемесячно. На время же летних каникул оплата приостанавливается. Как юридические лица, руководители общеобразовательных учреждений заключают договор на безвозмездное пользование данным имуществом. То есть имущество специализированного учреждения, в данном случае управления пожарной охраны города МЧК, они устанавливают бесплатно, бесплатно. Единственное, второй этап, это родительский комитет заключает договор на обслуживание данной системы. Данная система управления контролем доступом является очень унифицированным, универсальным способом обеспечения безопасности. Специалисты отдела образования утверждают, что такие меры безопасности, хоть и существуют относительно недавно, уже доказали свою эффективность. Но пока еще система контроля доступа вызывает у родителей много неясностей и вопросов. Например, сможет ли она стать реальным препятствием для человека, который во что бы то ни стало хочет попасть на территорию учреждения. Или как исправить неудобства в виде одной электронной карты на всех членов семьи. Если любой человек, который поставил себе цель проникнуть на территорию данного объекта, значит перед ним, возможно, преград таких не будет. Но первое твердое это факт, что он всегда окажется уже под видеоконтролем. То есть этот человек, этот объект, он будет зафиксирован. Кому-то эта система не совсем как бы удобна, учитывая, что ограниченное количество этих ключей. То есть порядок выдачи, то есть он есть, имеется такая возможность приобретения дополнительных электромагнитных ключей. Такая система безопасности еще только вводится. Плюсы и минусы видны невооруженным глазом. На сегодняшний день ей уже оснащены детские сады номер 5, 22, 28 и 40. Также 4, 6, 10 и 14 школы, 1 лицей. Однако уже к концу учебного года отдел образования планирует внедрить подобные меры безопасности во все общеобразовательные учреждения города. Елена Иркеева, Ильшат Исламов. Время новостей.